Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы будем с вами тест-драйвить, разбирать, слушать и реагировать на новый альбом Джонатана Дэвиса, который недавно вышел на Самириан Рекордс, который называется Black Labyrinth. Не забудьте подписаться на канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы своевременно получать оповещения о проходящих стримах и новых видео. Первая песня называется Underneath My Skin. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это какой-то прям дискотечно веселый корн в плане вокала. Дэвис уже, ну, не удивляет. Он звучит, как он звучит. И, в принципе, узнать его можно будет, мне кажется, где угодно. Вот сидит любитель корна, дичайший фанат, который может нормально вам на эту тему рассказать. Что ты скажешь по поводу трека первого? Вот это трек? Не знаю, что вокал как-то подзадавлен, мне показался. Не, ну, это микс. Фиксинг с миксом. Там свели. Кстати, я вчера слушал, когда вступление к этому видосу в виде клипа вот этого, как он назывался-то. What is it? Так в целом как-то странненько пока. Ладно, погнали дальше. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, нормально. Кстати, заметила, что у Дэвиса всегда в партиях была эта тема, попытаться сделать, как это называется, двойной гармонический минор, египтянщина, вот эта восточная постоянная. Нет, кстати, раньше не заметил. Вот всегда последний альбом Корна 100 пудов этой темой наполнен, прям постоянно. Он, видимо, дорвался просто наконец-то до песочка, просто до египетского. Вот этот трек реально зашел. Да и вообще, в принципе, почему тест-драйв альбома, потому что, как в одном прикольном фильме, который назывался «Голый барабанщик», я вам про него рассказывал в видосе 10 фильмов про рок-музыку, которые стоит посмотреть, там главный герой сказал очень прикольную тему. Сказал, типа, если ты можешь слушать музыку, направляясь куда-то без цели, то есть забыв о том, куда ты едешь, то это музыка-ништяк. Новый альбом хотят чего-то прослушать, походу. Итак, кстати, эта песня называлась «Final Days». Поехали, третий трек. Ты знаешь, что мне напомнила? Была игрушка такая «Test Drive 6». Я не знаю, сколько их на самом деле частей было, но на диске было написано «Test Drive 6». И там саундтреком была песня Cars, которую написали в Fear Factory, короче. Напомнила из-за сэмпла, который там постоянно по фону сейчас долбил. Вот такой вот. Но вот эти модуляции в середине просто на два такта просто размазало мозги вообще. Ну и эта песня называлась «Everyone». Поехали следующую слушать. Она называется «Happiness». Что-то это предвещает кислоту, мне кажется, нет? Это вот, как я говорил, это ли какая-то кислота? Причем я не понимаю, почему в начале альбома нет вот этих вот треков, как вот, например, насколько я помню, по-моему, 13-й, он последний по списку. Вот этот, который первый вышел с синглом. Реально запоминающийся какой-то цепляющий трек. А часто что-то в начале все прям разные, непонятные какие-то. Все разные, да. Да, и вообще не поймешь, что происходит. Тебе понравилось? Ну, странные они. Мне понравился второй трек реально, как бы, потому что он... Из-за Египта, да? Из-за Египта, да. А остальное они какие-то, ну, как будто наклины, как будто он все наркотики, что употребил, короче, в молодости, да. Последний трек больше на корну похожий. Написал, ну, последний, да, он больше прям корну такой подобный. И барабанный, кстати, тяжелый. Единственное, я не поняла, вот этот недодисторшн на гитарах, это в чем фишка вообще? Ну, типа ракешник, типа ракешник, горноподобный, видимо. Поехали, следующий трек, он называется, помните, был видос с Петруччи, где он сидит, поливает пассажи, такой, и такой, Look at me, I'm amazing, I'm your guitar god. Вот эта песня называется Your God. Ну, тут, кстати, трек неплохой, припев прикольный. Опять пахнет и Египтом немножко, там, на пару ноток, но он реально какой-нибудь неплохой. А то, что ты говоришь насчет, то, что он на Payne похож. Начало, да, куплет похоже на Payne. Да, вполне возможно. По вокалу. Ну, насчет вокала не знаю. Потом припеве уже не появится. Тут, если даже объективно оценивать, то Дэвис до Пети не дотянет, как бы, пахнет вокалом. Да ты что? Да что ты говоришь? Да что ты такой? У Пети диапазон раза в четыре больше, чем у Дэвиса. Хотя, скорее всего, Дэвис просто всем своим потенциалом не использует. То, что он баритон, то понятно не делал. Голос выше, да просто у Пети. У Пети, да. Но он любит больше вокальной аранжировки. У Дэвиса местами вокал очень... Зато у Дэвиса есть такие фишки. По аранжировкам проседают. Фишки вот эти, когда он... Нет, фишки, когда он все это все на а-а-а вот так вот начинает, когда петь. Да, ну, когда он говняшку угрыбает, ну, это да. Ну, и фишка. Не, я говорю, просто у Дэвиса иногда очень скутные вокальные аранжировки получаются. То есть, слушаешь, они как-то прям, ну, не хватает очень многого всего. То есть, хочется чего-то такого. Ну, вот здесь не хватает, реально. Ну, хотя припев клевый был. Ну, там, видимо, кто-то им помогает же. А тут он, видимо, сам все писал. Следующая песня называется Walk On By. Вот это лучший припев пока на альбоме. Реально. Ну, да, да, да. Это прям... К вопросу о том, что ты сказала по хайвею, это не хайвея, вот этот бетонный, знаешь, который в Лос-Анджелесе. Почему не бетонный? А именно вот этот, знаешь, большой туровый бас, короче, вот этот огромный. Или просто какой-нибудь бас пассажирский, который через Неваду по пустыне пилит, короче, по прямой вот этой дороге, короче. И вот именно я нафига снимал сейчас вот этой боковушки, чисто чтобы это потом в кадры вам подложить, скорее всего. Но я их уже, наверное, подложил именно в этот самый момент. Но должен быть хайвей, прям должно быть там пять полос в одну сторону и пять в другую, чтобы было просто очень много бетона. Нет, наоборот. Одна в одну сторону, другая в другую сторону и тупо пустыня вокруг. Не знаю, как там у меня по движушке она как-то звучит. Не знаю, именно она больше спокойная, как бы такая, мне кажется, чем движушная. Хотя промежуток вот этот в середине просто тупо Кворн был. Ну да, вообще непонятно, кстати, зачем. Мне не понравилось. Как-то странно. Она бы и без него нормально звучала, эта песня. Внезапно тупо Кворн включили и все. Прям заскучал что-то. Следующая песня называется The Secret. Поехали. Не знаю, почему, у меня сложилось впечатление, что он к середине концерта распелся, потому что начало альбома какое-то унылое, короче, прям вот тут вообще уныние. Поехали, следующую песенку. Она называется Basic Needs. Ну, на самом деле, это самый, наверное, топовый трек с альбома. Вот прям реально круто. Но! Но! У меня создалось впечатление, знаешь, как делают иногда на альбомах, когда там где-нибудь в начале был какой-то мотивчик, да? Да, да, это типа отсылка ко второму треку, прям такая некая. Да, 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 вот прям отсылка, прям реально. То есть они по-любому там связаны, короче. Я смотрел, я еще, правда, не изучал четкую информацию, они же там, у него же клипов там штук шесть уже, что ли, вышло на него. Да, я вчера что-то открыл, смотрел, как раз вот послужил. Ты думаешь, там клипы раскрывают? Мне кажется, это какой-то вот, как вот Александрия сейчас делает, у них тоже альбом-детектив типа такой. А, откуда. Вот, здесь тоже самое что-то происходит. Ну, просто концептуально. Да, очень концептуально звучит, потому что реально такой медляк клевый. Но, 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 припев. Что мне напомнил припев? Просто я не помню слова, что-то там. Кнопку нажми и полетели. Что по сплину? Ну, чуть-чуть, ну прям, ну прям совсем на полшишки, да? Начинается сплин и хоп, а потом другая какая-то попсовая песня пошла. Вот прям чисто вот этот мотивчик, прям чисто. Ну, блин, он не сильно избитый, прям, я думаю, конечно. Не, мотивчик клевый, просто это вот прям мне, опа, и я сразу забыл фамилию, как зовут этого вокалиста сплин. Ну, я поняла, ну там три ноты, да, совпадают. Ну, чисто прям вот сплин. Не, клево, клево. Она так звучит из-за того, что синкопированная вот эта. Те, 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 те. Вот эта вот тема. А, это, да, это, кстати, прикольно оригинально. Из-за этого как бы так звучит. Ну и реально, Ира, так что сказала, что со второй половины альбома пошли реально крутые треки. Не знаю, зачем так делать. Обычно народ делает наоборот, как бы, да? Но Дэвис, видимо, решил так, как он Дэвис, да? Дэвис обычно делает все хорошо. I'm your god, там, I'm amazing, вот эта тема. Он решил, что из-за того, что это он, хреновые треки он поставит в начало, которые, ну, как бы, вообще ни о чем, кроме второго. Потому что все равно ты будешь до конца второй раз слушать. Да, потому что ты все равно будешь слушать, потому что это Дэвис, потому что I'm your god, I'm amazing, короче. И поехали слушать следующую песню. Она называется Medigate. Что-то про наркотики прям, прям. Только хотела сказать, что это, типа, тупо атмосферный трек. Прям I'm medicated every day, просто. Это, короче, почему-то у меня по атмосфере забилось в голову состояние упоротого доктора Хауса. Следующая песня называется Please Tell Me. Поехали. Ну, да, опять наркотики. Это вот адреналин был, короче. Первый был доктор Хаус, второй был адреналин. Вот я тебе отвечаю просто сто пудов. Ну, она реально как-то наркоманская. У меня вообще, в принципе, корн всегда с какими-то наркотиками ассоциировался. И из-за вокала Дэвиса, который там Постоянно как будто под приходом что-то записано. Следующая песня называется What You Believe Me. Я тебе сто пудов говорю. Это сначала был доктор Хаус, потом сцена упорота из адреналина, когда его там оперируют и собирают после падения в первой части. А это Дэниро упоротый в китайском квартале только современном. Вот этот с дискотекой, короче, такой. Потому что это просто какая-то реальная упоротая. Да, я вначале думала, что Skrillex придет просто. Кстати, вот странно, почему они с ним не замутили что-нибудь новенькое. Вот сюда вот, потому что... Хотя там, насколько я читал, там не только Skrillex на альбоме на том участвовал. Ну и пахли предпоследняя песня на альбоме, называется Gender. Ну это прям совсем востоку был. Прям совсем-совсем. Ну я тебе говорю, прям вот хотят... Потому что он победил в итоге. И вообще вот там осталась последняя песня, которую мы уже слышали, вот этот... Так мы знаем, да. What is it, да, она называется? Вот. Но альбом это скорее епишка, наверное, мне кажется, потому что он состоит просто из трех огромных дыр и нескольких крутых треков просто реально. То есть такое ощущение, что альбом... Нет, почему? Последняя вот эта вот... Последняя часть, она достаточно цельная сама по себе. Ну она просто упоротая, цельная. Но она цельная, она... Понятно. Ну просто... Логичная. Интересно. На второй песне еще нормально. На третьей и четвертой подряд песни упоротый такой. Уже просто пропадает интерес его слушать реально. Ну согласно, они одинаковые. Я бы выделил просто несколько песен, но... Я для себя выделила вот эти в середине 3-4 песни подряд, которые были реально мощные. Да, вот списочек, наверное, просто в описании видоса напишем, потому что название сейчас не вспомню. Которые вот можно было бы оставить и сделать это как епишку. Но мне кажется, что здесь уже какая-то коммерческая, именно какой-то коммерческий интерес был выпустить именно альбом, а не вот эту епишку, да, то есть из нескольких песен. Потому что контракт с другим лейблом совершенно, как бы, да, то есть, ну это какая-то... Ну, мне это пахнет вот прям реально коммерцией какой-то, что альбом был просто добит дичью, чтобы просто был альбом. Почему? Мне кажется, в последней части он хотел такую записать, не знаю. Вот первая песня очень подозрительная, а конец... Ну вот я говорю, из 3-х по 4-х он состоит. Мне кажется, он реально хотел такое написать, потому что ему это как бы свойственно. Почему? Ну фиг его знает, да-да, надо весь альбом такой делать. А то он то какие-то медляки такие, то Египет, какой-то Восток жарит, я даже не знаю. Странно очень. Но в целом, да, альбом, конечно, странный. Ну я говорю, он состоит из 3-х дыр и нескольких крутых песен, то есть можно взять, прям список написать, там из 4, там 5 песен, наверное, где-то получится. И сколько из 13, там 5, ну или 4, что ли, там что-то типа того, прям... Хочешь стать частью большой семьи Хеллскрим Академии? Хочешь узнать, как проходят съемки новых видео и заглянуть за сцену? Или может просто хочешь скачать оригинальные файлы видео в HD-качестве? Может быть тебе интересно посмотреть, как проходят семинары и занятия с учениками? Все это и многое другое ты сможешь посмотреть, послушать и скачать, подписавшись на нашу страничку на сайте Patreon. Всего лишь за 300 рублей в месяц у тебя будет доступ к огромному количеству информации от школы. Ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть такое как бы впечатление, то есть реально слушаешь первый трек и не похоже вот на это, вот слушаешь второй, ну совсем другое, ощущение целостности вот такой вот нету, то есть как-то разорванное все это получилось, а почему про три дыры говорю, с несколько треков, вот. Напишите в комментариях свой топ треков с этого альбома, посмотрим у кого как совпадет мнение, вот. Ну и подписывайтесь на канал, увидимся в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok